Я считаю, что организовать крупные международные спортивные мероприятия выгодно стране, поскольку затраты заключаются в строительстве инфраструктуры, которая все равно будет использована. Плюс нам еще все эти международные организации помогают строить инфраструктуру, плюс отдается отчасти отбить финансирование этой инфраструктуры за счет проведения самого мероприятия, плюс огромный рекламный эффект для страны, для туризма развивается, а туризм это в современной экономике весьма серьезный сектор. Плюс спортивные мероприятия повышают привлекательность массового спорта, тем самым способствуют здоровью людей, тем самым тоже улучшают жизнь в обществе. При этом я сам по себе являюсь противником большого спорта. Вы знаете, мне очень нравится поговорка «физкультура – сила, спорт – могила». Когда были репейские игры, я молчал про это, и сейчас они закончились, тоже молчал. Сейчас, когда все это закончилось, самое время сказать. Мы все свои ресурсы должны отправлять на массовый спорт и физкультуру прежде всего. У нас в детском саду должны быть физкультурные часы каждый день обязательно, они должны быть в школах каждый день, во всех офисах должны быть обязанностью любого работодателя проведения маленькой физкультурной зарядки до обеда и после обеда. У нас пенсионеры должны иметь возможность посещать спортивные залы регулярно, иметь тренеров. У нас люди просто среднего возраста тоже должны иметь возможность за разумные, доступные цены посещать различного рода спортивные мероприятия. Через именно физкультуру можно на лет 10, 15, а то и 20 увеличить среднюю продолжительность жизни.